Всем привет! Наверняка многие из вас согласятся, что у них не такая уж и простая жизнь. Постоянно какие-то проблемы, да еще учебный год начался. Ну ладно, ладно. Чего это мы? Не будем о грустном. В сегодняшнем видео мы подготовили для вас кое-какие интересные хитрости, которые наверняка помогут скрасить ваши ежедневные головники и сделают жизнь немного проще, а может даже и веселее. Итак, это 10 лайфхаков на каждый день. Поехали! Зажимы Если ваши зарядные устройства или другие провода вечно мешаются под ногами, и вы уже сломали мозг, куда это все деть, у нас есть отличный способ решить эту проблему. Да что там отличный? Гениальный! Итак, для того, чтобы ваши шнуры никогда не падали на пол, вам понадобятся канцелярские зажимы и немного клея. Поковыряйтесь у себя дома где-нибудь в пыльных ящиках или в кучах вещей, которыми никогда не пользуетесь. Они должны быть где-то там. Нашли? Тогда приступим к делу. С помощью клея закрепите зажимы сбоку от стола, на стене, на тумбочке, да где угодно. Теперь проденьте зарядные шнуры через наши новые универсальные держатели и вуаля! Вам больше никогда не придется утруждаться, нагибаться и поднимать что-то с пола. Правда, перед тем, как расслабиться, вам нужно убедиться, что зажимы подходящего размера и шнуры проходят сквозь них, но не выпадают. Попкорн в кофте. Скажем сразу, это, возможно, не самый лучший совет в нашем списке. Но с тем, что он забавный, точно не поспоришь. Представьте себе ситуацию. Вы нашли интересный фильм, удобненько устроились, приготовили попкорн и вспомнили, что у вас нет чашки, в которую вы можете высыпать вкусняшку. Ну вот и что теперь делать? Так, кажется, мы знаем. Видите вон ту кофту с капюшоном? Сейчас прямо из нее мы сделаем самый удобный в мире держатель для попкорна. Надеваем! Да что ж ты делаешь, ну не так, наоборот! Вот теперь совсем другое дело. Осталось только засыпать лакомство и наслаждаться просмотром любимого кино. Нам, кажется, выглядит очень круто. Возможно, когда-нибудь это станет даже одеждой будущего. Неплохо было бы запатентовать. Как думаете? Лапша в чайнике. Вы голодный как зверь? Из еды у вас только макароны, да еще и нет времени все это готовить. Что ж, тогда на помощь придет только чайник. Такая техника в этом случае может быть сомнительной. Но когда вы ужасно хотите есть и торопитесь, какая разница? И ничего позорного в этом нет. Это самый лучший студенческий способ не умереть от голода. Не обращайте внимания на косые взгляды, друзей. Просто возьмите чайник, налейте в него воду, опустите макароны и варите до готовности. И да, не забудьте посолить, а то получится невкусно. Очистка. А вы знаете, как на самом деле надо мыть блендер? Многие из вас скажут, мол, да, обычно, что тут такого? Берете грязную посудину, губку, моющее средство и начищаете его до блеска. Но как бы не так, друзья. Вы делаете все абсолютно неправильно. Смотрите, как надо. Вот наш мастер-класс. Берете грязный блендер, заливаете в него воду, капаете туда немного моющего средства, нажимаете на кнопку включения и делаете из всего этого коктейль, не прилагая особых усилий. Но как получилось? Только вы там не увлекаетесь, иначе вместе с чистым блендером вы получите грязные стены, пол и потолок. Шерстяные носки. Вот смотрите, у нас есть пара шерстяных носков. А теперь угадайте, что мы с ними сейчас сделаем. Нет, не наденем. Нет, не постираем. Нет, и зашивать мы их тоже не будем. Этот часто теряющийся предмет гардероба сейчас поможет нам убраться. Пока мы чистили блендер, мы все же переусердствовали. И вот вам результат. Все вокруг в мыльной воде. Чтобы приспособить наш носок, мы берем вот такую вот швабру без тряпки и просто натягиваем на нее нашу новую шерстяную уборщицу. Ну как вам такое? Нам вот очень нравится. Лимон. Представьте себе ситуацию, что ваши родители уехали на выходные, оставив вам чистенькую квартирку. Вам, конечно же, велели не шалить и вести себя хорошо, но как устоять, чтобы не привести к себе тусовку? Повеселившись пару дней, вы понимаете, что в вашей квартире разгром, в комнатах валяются разбросанные вещи, а ванная комната настолько грязная, что вам и не снилось. Но это еще не самое страшное. Страшнее этого только то, что у вас нет чистящего порошка, а мелодию для вызова мистера Пропера вы как назло забыли. Только без паники. Загляните в холодильник. Наверняка там где-нибудь завалялся лимон. Нашли? Вот и отлично. Ведь именно он поможет вам вымыть ванну, зеркала и унитаз до слепительного блеска. Вам нужно лишь хорошенько помучить этот фрукт, выдавив из него сок и намазать им все грязные поверхности. Немножко подождите, протрите все и готово! Поздравляем! Вы успешно забили следы крутой вечеринки, а родители вас еще и похвалят за проделанную уборку. Перчатка с гвоздями. Если вы у мамы вечный помощник, то вам просто необходимо знать об этом простом лайфхаке. Наверняка, делая ремонт в квартире или загородном доме, вы работаете в перчатках, ну, чтобы не бонзить случайно гвоздь в руку, например, или что-нибудь подобное. Так вот, эти самые перчатки могут пригодиться вам еще кое-то для чего. Чтобы не тянуться постоянно за гвоздями или шурупами, просто воткните их в вашу рабочую перчатку с тыльной стороны и наслаждайтесь тем, как облечится и ускорится ваш рабочий процесс. А родители восхищаются умницей ребенком. Универсальная банка. А вот этот совет подойдет для тех, кто не умеет нормально открывать упаковки с крупами. Вот как мы, например. Так, все равно мы сейчас тут все не подберем, вернемся к совету. Сейчас мы вам покажем, как сделать очень удобную упаковку для всяких мелких продуктов. Мы уверены, с ее помощью вы точно перестанете все просыпать. Вам понадобится лишь плотная полиэтиленовая упаковка, горлышко от бутылки и на этом, пожалуй, все. Просто продеваете упаковку через горлышко, заворачиваете ее, засыпаете туда мелкие макарошки или любые зерновые и закрываете крышку. А теперь потрясите вашу новую классную упаковку. Ничего не просыпается. Ой, что-то мы не до конца закрыли. Надо будет не забыть это вырезать. Втулки для проводов. Сейчас мы вам расскажем про еще один крутой способ избавиться от ненужных проводов. Ну, точнее не избавиться, а привести в порядок непонятную кучу запутавшихся штурков. Все, что вам понадобится, это какая-нибудь коробка и несколько втулок от туалетной бумаги. Так что не выбрасывайте их, когда закончится очередной рулон, а просто отложите куда-нибудь в сторону. Когда вы накопите нужное количество, можно приниматься за дело. Соберитесь, возьмите запутанный клубок из проводов и рассоедините все по одному. Теперь каждый провод вам нужно засунуть в отдельную втулку и поставить в коробку. Ну вот и все. Теперь у вас есть собственная кладовая проводов. Признайтесь, без нас бы вы ни за что не догадались. Как правильно есть печеньки? Спорим, что вы не знаете, как правильно есть печенье. Многие из вас сейчас будут говорить, что печеньку надо макать в молоко, а потом только есть. Вы, конечно, правы, но мы уверены, что не до конца. Чтобы не тащить к телевизору с кухни пачку с печеньем и стакан с молоком, нужно сделать два в одном. Просто выложите или съешьте из одной секции все вкусняшки, залейте туда молоко и все. Теперь у вас получилась универсальная коробка, которой вы можете пользоваться много раз. Гениально, правда? Мы очень старались, пока делали это видео, так что будем ждать от вас очередной лайк. А если среди вас есть те, кто разбирается в таких жизненных хитростях лучше нас, делитесь своими лайфхаками в комментариях. Нам будет очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!